поехали всех приветствую сегодня у нас китайский парк и мы начнем работать все обработаем помоем как положено здравствует наш отельный спирт мы все-таки люди прогрессивные и в общем да на заднем плане стоит разводит руками она думает а зачем все снимать вот это вот барахони мол некрасиво но друзья причем начинается вся как ой так начинается всякая красота мы начали все как хирурги вытираем аккуратненько инструмент должен быть чистеньким обеззараженным где не очень понравился запах потому что это наш отельный спирт пахнет немножечко но скажем так кто помнит старые школьные туалеты запах света пахнет мочевиной но эксперты скажут пахнет мочевиной красота в общем я думаю не будем сильно задерживаться на этой теме мы начинаем а да и обязательно что за камерой стоит тоже второй деятель и он потом сюда выйдет я обязательно вытащу и вы узнаете еще одного главного героя этого действия из этого главного героя меня бы здесь не было бы никогда вот в жизнь бы не попал бы сюда бы за за счет того что очень старательно и реально она загорела с этой идеей и эту идею решила воплотить а я только согласился с этой идеей так что благодаря прекрасной телени мы здесь и оказались так что мы будем вместе хулиганить выключай еще раз приветствую продолжим дальше причем работать всегда инструмент нужно править у меня стоит мягонький правочный камушек здесь есть собой более средний камушек коллега держи она сейчас направит более грубым камушком всегда перед работой обязательно инструмент правил инструмент должен быть всегда острым точу всегда на себя травочным камушком на этом принципе в чем можно отключаться и дальше мы пойдем все привет ребята у нас сегодня на работе сосна свое время формировалась и с ней не работали уже много лет это первая работа в этом месте мы еще с ней не работали у нас задача будет вначале зайти все почистить то что здесь находится внутри мы начали выберем весь сушняк потом у нас следующая проблема у нас там очень много завязок мы уберем все завязки потом отдельно оператор снимет телефон и пока что там творится потому что нам нужно понять держу две ветки сами себя форму смогут ли они держать и есть уже понадобится на нужной высоте мы зафиксируем на данный момент будет первая задача все это дело развязать да кстати не представь сзади оператор это мой второй помощник на минутку выйти просто ну да на минуту просто чтобы все таки знали это мой второй помощник благодаря ей я оказался здесь я не могу ее не представить хоть она и стесняется что-то рассказывать но именно она загорелась данной идеей и мы находимся очень прекрасном месте китайском парке допустят меня может правильное название хуаби поехали так поехали ребята у нас есть в чем проблема завязки очень давно стоят и их нужно снять у нас и вот веточку держит и здесь веточку для начала мы поснимаем завязки все это дело осмотрим состояние растения и потом мы уже пойдем чистить и здесь у нас еще мало того что стоит ткань если это не долго это ладно но если долго тоже не очень хорошо нам держит постоянно влагу и под ней может начать креть кора слишком долго тоже нежелательно кора должна пролететь в идеале вот тут даже немножко стяжка есть если пальцем подробно у смотри какая пальцем друга прям есть тяжко сейчас мы здесь ведущую веточку для начала все мы завязки поснимаем дело то что она ветка должна сама себя держать в идеале у нас получается ветки сами себя не держат и нужно понимать где они сейчас каждая буклетка располагаться а ну и заодно вот одно мы вырежем ходят весь сушняк пальцем на единый те повырезаем весь сушняк для начала снимаем завязки это повырезаем сушняк потом покажем как будет выглядеть после так у нас не все здесь стандартно у нас по идее как бы должна быть каждая бы быть шапкой но если мы будем резко все это дело убирать и здесь собирать вот это убирать у нас получается то что вот здесь вот живот в этой зоне и веток живых почти толком нет у нас уже если мы посмотрим вот у нас оголение и вот такое мало того что это оголение хорошо бы было бы если бы это еще по-хорошему должно держать вот так вот веточку она у нас он длинная вот она идет длинная и она просто на просто падает вниз и по сути если дает чуть отойдем по сути у нас получается все вот так вот он у нас все не держится на вся развалилась вниз по идее люди как бы подобрать но если мы будем подбирать то у нас вот чуть отойдет и подумал что примерно может получиться то у нас слишком сильно оголится вот эта зона и мы потеряем визуальный эффект у нас будет слишком крупные стволы и это не будет не очень смотреться нам надо будет сделать легкую воздушную при этом наша будет задача то что уже явно выросла очень толстой и очень длинной то есть мы зайдем вот такие вот у нас смотрим что у нас есть то что с прикроет спрячет и мы туда ищем на перевод здесь подыскали и срезали по сути получается мы ее убираем у нас остается мелкое ветвление изящное и плюс у нас получается еще выделение ярусов и примерно по вот этому принципу мы сейчас пройдем и макушечную зону поищем если есть возможность спрятать мы тоже у нас вот эти веточки мелкие они спрячут несмотря на то что там некоторые говорят что свисает и так далее если мы это будем убирать у нас сразу потеряется и внешний вид и самое еще главное мы режем все-таки осень надо помнить что запас питания у сосны хранится не только в толстых ветвях и корнях но и половина запаса питания в хвои поэтому нам нужно максимально больше оставить хвои тем самым на следующий год растение будет лучше развиваться и не всегда гарантия что каждая почка может проснуться мы на всякий случай оставляем чуть больше и весной лучше откорректируем все поехали но мне сказали стрёмная шапка не очень ладно шутки шутками так на данный момент у нас все-таки это осень и осенью мы оставляем максимально больше хвои особенно то что касаемо здесь в нижней зоне кроны здесь хоть немножко перегруз но мы вынуждены оставить до следующего года в следующий год когда у нас будет здесь свечечки и мы как раз вот с этой зоной будем работать наша будет задача на следующий год здесь будет выстреливать центральная и будет боковые нам наша задача на следующий год центральные свечки выломать чтобы боковые наросли хорошо чтобы они начали заполнять здесь пространство здесь в летах сейчас перегруз но если сейчас мы уберем это будет хуже зимовка растений и растение будет хуже развиваться И следующая у нас есть проблемка У нас дисклетные ветки в верхней зоне гораздо Гораздо Давай сюда, вотойди Гораздо у нас Довольно толстые Вот ярус довольно Это практически чуть не предпоследний Последний тоже довольно толстый А по-хорошему нам нужно, чтобы Верхний ярус был тоньше, тоньше и тоньше А получается у нас немножечко Беда-беда У нас внизу Ветки довольно тонкие, слабые Кое-где вот нормальная, а там вообще тонкая Нам нужно, чтобы нижние ветки Становились гораздо толще и толще А что для этого нам потребуется? Убираем Нам потребуется, чтобы здесь максимальное количество хвои было Даже до того, что пускай сюда падает Чем больше будет хвои на ветке Тем больше будет запаса питания Тем лучше будет нарастать Наша ветка в диаметре Это раз Плюс построение любого Неваки и дерево строится в форме в виде треугольника Он может быть неравномерный Может в одну сторону шире, в другую уже Но он должен быть треугольник Внизу всегда расширяется Ветка тоже строится в форме в виде треугольника Она сюда должна сужаться Туда расширяться В принципе На данный момент мы почистили, убрали сушняк У нас здесь чистенько Это вот все мы постарались прочистить По возможности зашли, убрали старую омертвевшую хвою Она затеняет Ну и плюс портит нам внешний вид Все-таки это парадная зона Это гостиница Хочется, чтобы оно было нарядным Обязательно это будет очень красиво И мы не стали делать Дело в том, что здесь в свое время это было шапками Давай вернемся к нашей шапке Вот это когда-то была лапа Если мы сейчас многие вещи уберем То у нас будет дерево оказаться Слишком большое расстояние Между одной скретной веткой И второй скретной веткой То есть вот давай Отходи, вот сейчас вот так вот подержу И мы представим, что мы вот это Вроде как положено Сразу убираем Что у нас получается? Мы будем иметь вот такую вот дырку Потерю декоративности Потерю внешнего вида и декоративности На данный момент мы это себе не можем позволить Да, весной Весной мы немножко вот эти вот края Которые совсем ложатся на вот нашу нижнюю ветку Вот эти краешки Мы весной подберем Но не сейчас Дело в том, что Во-первых, некоторые Есть вероятность, что бывает она подсыхает Поэтому посмотрим весной Которые где будет лучше просыпаться почки Они будут обязательно оставляться И плюс чуть подберется весной то, что Ну вот здесь вот так вот мы Оставим, чтобы здесь был небольшой Вот такой маленький разрыв Сделаем весной Но не сейчас Дело в том, что весной За счет того, чтобы не выламывать Она будет гораздо лучше заполнять пространство И мы получим хороший Быстрый декоративный эффект Ну и в принципе На данный момент все Ну да, не считая, что мы по макушке поработали Макушку обязательно всегда надо прирезать В данном случае Оставили там у нас кучу всяких веточек Вот отойдем, пожалуйста, туда И покажем, что там у нас Очень много всяких веточек торчит У нас как единой макушкой как таковой нету Мы вынуждены оставить там, там, там Извиняюсь, торчащие везде Понемножку Если мы будем выделять центральную макушку одной веточкой Это будет смотреться, но слишком бросаться в глаза При том, что, опять же, у нас круговой обзор У нас видовая точка не одна У нас и что оттуда может развернуться, показать Да, повернись, потому что у нас оттуда будет смотреться Там будут люди Плюс еще получается, что заезды самого основного Она у нас кучу круговую Поэтому мы специально оставляем довольно-таки много точек И они прячут недостатки, которые сейчас на данный момент в данной сосне есть Со временем многие вещи будут дорастать Вот эти вот Вот, зайди сюда Или отсюда, как будет удобно Нет, с моей стороны будет видно, что, видишь, что будет торчить хвостик Смотри, видишь? Хвостик То есть у нас здесь будет дорастать Мы некоторые хвостики уберем Если сейчас будем убирать, то у нас будет, если будем далеко уходить Будет казаться, что кровь у нас слишком пустая Поэтому мы вынуждены некоторые сейчас хвостики пока оставить Мы сейчас пойдем поработаем с другой сосной И, возможно, возможно, более свежим взглядом зайдем Посмотрим, где-то откорректируем Потому что когда очень долго работаешь с растением Взгляд замыливается и можно наделать много ошибок А сосна ошибки не прощает Поэтому пока мы, даже если есть какие-то недочеты Мы сейчас их не трогаем На данный момент мы пока здесь работу завершили Пойдем на следующую подругу А сюда потом подойдем и окончательно снимем уже готовый результат на данный момент Все Так, ну, на сегодня мы закончили У нас... Ей не нравится нижняя ветка, я не могу это не сказать Она прелестная, мне нравится, она маленькая, аккуратненькая Правда, конечно, она у нас коротенькая Хочется, чтобы она вот сюда и тут так красиво падала Но не совсем бывает так, как мы хотим Друзья, на данный момент мы не забываем, что это у нас... Напомни, я забываю... Какая сосна? Глаука Глаука Глобозно, правильно? Глаука Глаука, ну ладно, боксинг Глубая какая Глаука В общем, эта зараза капризная в нашем климате московском Это точно скажу И посему мы оставили здесь очень много даже вот хвостов Где можно и даже где нельзя Кое-где, конечно, мы ее подсобрали Это да, обязательно На самом деле, на следующий год мы постараемся сделать Здесь уже, чтобы у нас были яруса И немножко все-таки какие-то шапочки Мы верхнюю зону обязательно сильнее обожмем Почему сейчас мы не делаем? Нам нужно, чтобы она прикрывала Внутрь кроны И крона у нас не горела Потому что до этого ее очень много лет Ничего с ней бедняка не делали Да не, наконец-таки мы добрались Мы ее почистили Вверха немножко подобрали Благодаря не только мне Мы тут усиленно двоем это все старались У нас не только одна У нас там еще вдалеке еще одна сделана Вот Ну, в принципе, я не знаю, чего добавить Я, наверное, сейчас остановлюсь как Павел Горбачев Павел Горбачев Поэтому, друзья, на этом, наверное, мы и закончим А, да, еще все-таки мысль напоследок скажу Нам нужно много-много этой всей хвои Почему мы еще не стали это все убирать Кто-то может сказать, да ну ладно, но горит, не горит Сосны все-таки не так горят Потому что чем больше хвои, тем больше запасов питания на зиму Тем в итоге на следующий год она будет гораздо-гораздо лучше расти А нам нужно, чтобы был хороший рост Нам нужно, чтобы нижние ветви доросли Мы на следующий год это более серьезнее сократим Это мы сократим И она у нас рванет там, где нам надо А сокращать будем сильнее вот эту зону А эту зону максимально больше будем оставлять Все, на сегодня всем хорошего настроения Работа парка Хуами Редактор субтитров А.Семкин